секс не обещаю следующие 15-20 минут но постараюсь чтобы мой рассказ был максимально информативным и позволил открыть бизнес в европе преодолеть страхи возможно где-то вдохновиться давайте знакомиться я предприниматель из бреста у меня несколько бизнесов ну было в основном уже транспорт компания го транс филиалы в европе в в польше частности в москве и в россии ресторанная группа бресте это бывшая надеюсь всем известная корова также первый клуб бресте соло первый караоке клуб и семейная итальянская кафе марио с пиццерии и пространство мир по моему последний проект ну поэтому бизнесе я довольно таки давно наверное с где-то 91 года что такое камбуча мы наверное все знаем что были у своих бабушек и дедушек и наверно знаете что такое чайный гриб поэтому это что-то такое слизкое до банки мы постарались да не не пугать из самого начала кто-то провал кто-то нет но я думаю что у многих опыт этот есть ну на самом деле это очень полезный напиток натуральный ферментированный на основе чайного гриба которые помимо ну помимо того что убирает жажду он обладает очень многими полезными свойствами он придает энергию усилит иммунитет улучшает при вообще переварение очищает нормализует вес улучшает настроение как появился этот проект в моей жизни и также у меня есть с компаньонами сеть полезного питания easy суп минске возможно вы знаете и возможно являетесь клиентами где мы реализовали проект полезного быстрого питания в рамках этого проекта мы искали продукты которые потенциально здорово либо либо профилактически несут здоровье человеку при разговоре с одним из знакомых который приехал из америки он занимается также соками и мы в тот момент занимались тоже соками потому что это была наша первая площадка в торговом центре галерея и нам арендодатель предложил такой вариант либо вы делаете соки остается одни на острове на фудкорте либо мы еще ставим одного не конкурента но соседа мы не захотели стать соседа и соответственно стали делать соки ну и я почему рассказываю предыстории потому что в любом случае наверно череда каких-то событий выстраивать дальнейшую цепь повествования поэтому мы стали делать соки хотя это не наш был продукт делали довольно таки вкусными делали миксы это свежевыжатые соки были но бутилированные в бутылку и на одна наша знакомая привела своего друга который в америке льет соки он попробовал наши соки сказал что все замечательно я очень рад что вас вы получаете неожиданно для беларуси ну и в конце не сказал обратите пожалуйста внимание на камбучу я устал смотреть что это такое вы нашел случайный гриб пробовал у бабушки ну и потом в какой-то момент где-то через полгода мы стали искать продукты которые полезны для здоровья чтобы выстроить свою модель полезного питания более более стройным сделать и таким образом вспомнили про камбучу наняли специалиста он нам сделал первую варку нам очень понравился мы влюбили в напиток ну и таким образом мы запустили ее пока не под отдельным брендом а пока вот изи суп камбуча ну потом случился 2020 год ну и так скажем воле случая я оказался в польше я оказался довольно таки быстро на меня заведено два уголовных дела в беларуси 24 24 августа ко мне пришли отдел финансовых расследований ну и началась кошмар то есть нам не дали работать закрывали счета то есть ну как бы конечно же не уплата налогов мы до сих пор пытаемся оспаривать по одному бизнесу оспорили ну как оспорили но не могли но не смогли на ноль ну поэтому пришлось что-то заплатить но у меня два уголовных дел объединили в одно и соответственно дальше песня все сначала пытаемся по ресторанной группы тоже уменьшить налоги и наняли аудиторскую проверку мы надеемся что что уберем по крайней мере не хочется никому быть должен должен даже даже государства ну я приехал вообще практически на с одной сумкой денег особо не было конечно же так как я занимаюсь бизнесом не хотелось реализовать себя здесь и соответственно мы стали искать потенциальных партнеров для того чтобы эти деньги искал я долго благо я контактный человек немного знакомых ну я легко схожу с людьми и соответственно было очень много помощи очень много встреч очень много попыток очень много не знаю поиска той идеальной модели продажи которые позволят все-таки привлечь инвестора в итоге мы нашли мы хотели запустить либо проект изи суп или либо проект камбуча потому что понимали что он принципе может быть выйдем в одно я вообще немножко забежал наверное ладно я наверно нет а нет нет все нормально и соответственно мы нашли поляка который занимается подобными проектами мы предложили им съездить все-таки минске посмотреть хотя тогда был ковид и приехать было довольно-таки сложно ну плюс политическая обстановка неблагоприятствует и они все-таки нашли время и возможности съездили в республику беларусь минск были очень удивлены нашим уровнем вообще города бизнеса людей поведение всего-всего и соответственно мы практически пожали руку даже сходили в ресторан выпили хорошую вина и через неделю поляк полностью отказывается и говорит извини но мы не будем потому что еще к вид и мы не знаем когда все это откроется ну так как все были заряжены уже и на самом деле была проведена большая работа мы следовали рынок исследовали конкурентов поучаствовали в фестивале камбучи и получили обратную связь от клиентов то есть мы уже приходили с каким-то готовым продуктом который могли произойти в беларуси и соответственно здесь предложить что на самом деле советую всем кто пытается запустить то есть приезжать не с пустыми руками опережать хотя бы с какой-то моделью бизнеса либо продуктом и показывать его так на самом деле и легче найти партнеров и возможно получить первый клиент соответственно было принято решение потому что ну как это уже какой-то произошел как-то каждый имеет свою жизненный цикл и соответственно тот момент происходил тот этап при котором нужно было что-то делать потому что я был уже видно наверно месяцев восемь в польше соответственно мы опирались мы решили запускать камбучи его потому что это по инвестиции мы посчитали намного будет проще ну и понимали что вроде бы как конкуренция есть но по продукту мы где-то находимся в топе соответственно почему мы еще запускали камбучи потому что тренды на рынке которые есть они говорят что у тренды на на полезное питание вообще на на чистую этикетку она будет только расти а если это еще питание благоприятность влияет на здоровье то этот тренд после к вида еще с не увеличился мы заказали аналитические отчеты там до 27 прогноз хотя этот прогноз был сделан до к вида этот прогноз был сделан на плюс 20 процентов прироста ежегодно короче мы принципе получать смогли работать на растущем рынке ну также является тренды или снижение потребления алкоголя молодые люди отказываются да и старшие уже понимают что для того чтобы эффективно работать нужно не пить или пить меньше ну и также снижение на потребление сахара то есть сладкие напитки сейчас не в моде так родился форевый янг камбуча бренд и мы решили выделить его в отдельный бренд потому что ну посчитали что нужно как-то назвать вложить в какой-то глубокий смысл ну так появилось название форевый янг потому что она полностью соответствует наверное и взгляду учредителей и образ жизни их и вообще от наш ну и на отношение к жизни мы провели конкурентный анализ среди тех камбуч которые были сделали слепое дегустирование мы участвовали в фестивале камбуча в польше где тоже получили очень много обратной связи ну и соответственно мы были ну в топе так скажем далеко впереди в итоге мы приняли решение запускаться все-таки стартап капитал у нас был 25 тысяч евро что принципе для запуска производства пищевого но очень мало так скажем 6 месяцев открытия ну 6 месяцев было связано наверное с тем могли открыться наверное в реальности за месяца два-три больше было связано с тем что мы ждали площадку для инвестирования бизнес польши он немножко все-таки другой то есть здесь есть несколько какие-то другие модели которые нет у нас и это дает дополнительные возможности некоторые модели вроде как у нас реализовывались типа бухгалтерия на усорсинге но все это прибрило бы приобретала какой-то вид безответственности и либо плохой реализации что в принципе у нас не знаю насколько прижилось на самом деле но я знаю что все большие фирмы предпочитают держать все-таки собственную бухгалтерию также здесь другая ситуация на самом деле абсолютно также здесь есть такая модель это сдача в аренду помещений уже готовых под но специализированных под что-то мы нашли такое помещение под пищевое производство она дал нам возможно не инвестировать в оборудование потому что холодильники там уже были так и они сдают это в аренду и сдают также оборудование в принципе это на старте стоит вроде как дороже чем ты бы нашел в аренду помещения но по факту ты не инвестируешь оборудование тебе не так много нужны инвестиции плюс ты позволил нам так скажем мы не знали получится у нас или нет ну как бы потому что все таки это новый рынок хоть и мы верим свой продукт но все равно бизнесе диктует иногда своим совершенно ну как это выводы соответственно я думаю что многих предпринимателей которые у которых ни один бизнес есть какой-то бизнес который они по каким-то причинам не пошел они закрывали поэтому мы решили все-таки не так рисковать и взять это помещение на старте мы заплатили больше но по факту мы заплатили меньше за оборудование плюс то позволило наверное все-таки совершить меньше ошибок освободить может быть какие-то деньги для других целей и ну на самом деле чувствуете себя более уверенно что что самое главное когда я открывался я заплатил последние деньги за аренду на месяц вперед на счете был ноль это конечно можно сказать сильно нервирует сильно нервирует извините меня постоянно поправляет куда мне стать это сильно нервирует но в то же время конечно паровоз запущен то есть мы не можем покинуть его то есть надо управлять им искать деньги ну так или иначе исходя из моего опыта как-то деньги находятся здесь иди человек который который мне помог кстати андрей андреяна саша и мир не без добрых людей то есть мне одалживали деньги друзья знакомы их не так много на самом деле но это очень важно ну и принципе вообще обращаю внимание что беларусы сильно изменились беларусь беларусь и беларусь поэтому поэтому я бы как-то я бы не рекомендовал рискать рисковать прыгая в воду не глядя но в то же время определенный риск все равно он присутствует и без этого невозможно мы запустили 6 ноября прошлого года и в итоге было два сотрудника это я и технолог тире как-то тире все то есть то есть то есть это то есть это было так он на производстве закрывает полностью я помогаю когда это необходимо я закрываю всю часть связанную с бухгалтерии с организацией то есть я человек оркестры я мне так был был такой ощущение что я вернулся в 90 потому что я когда начинал 90 тогда бизнеса не учили и соответственно мы учились в поле то есть делали все подряд бухгалтерии заканчиваем всем остальным потом потихоньку скрипя сердцем отрывает себя с зону ответственности отдавали это подчиненным и все равно оставая думая что лучше как мы никто этого не сделать соответственно я вернулся в 90 90-е годы когда начинал свой бизнес и соответственно все на стал делать руками начиная от бухгалтерии потому что бухгалтер здесь он ведет только официальную часть дает налоги то есть должен мы предоставить документы во первых у тебя должно быть все сложено все четко чеку плюс часть управленческих учетов которые все равно нужно носить данные потому что ну мы должны понимать где мы теряем где мы где мы зарабатываем ну и соответственно я еще и развозил я еще и продавал я еще следил за платами я не знаю решал все вопросы мне позвонил налоговая и как-то я стрепенулся по старой памяти потому что любой звонок налоговый это конечно ну тебя немножко немножко мотивирует до сжимает эриски и соответственно ну что мы делаем сразу же мы конечно сразу же едем разбираться что там такое случилось и что непонятно что в тексте письма было написано так примерно у нас есть вопросы по оплате вами вата мы еще не работали даже тогда то есть мы сразу же понимали что наша финальная цель это ритейл и соответственно нужно быть плательщиком ds и мы и мы сразу же изначально взяли форму налогового обложения с ндс и поехал я в налоговую инспекцию приезжаю мне говорят вот вы открыли ватт и а ватт не платите я говорю ну мы еще не работаем говорят ну а когда вы начнете работать я говорю вот через месяц говорят ну через месяц нам сообщить я говорю все и все я говорю она мне нужно сюда будет приехать вам сообщение говорит зачем вы же получили электронное письмо можно написать и все и принципе вся переписка сейчас со всеми практическими органами ведется через онлайн я советую конечно учить язык но и и до сих пор учу его потому что мы понимаем что мы приезжаем сюда вроде бы как из бреста вроде как слышали все же все все детство польское телевидение в итоге получается что мы польского не знаем то есть мы можем спросить куда зайти и так далее и и сейчас можно общаться если кто-то польский не знает в принципе через google chrome все практически сайты переводятся и плюс еще все-таки в польше государственные информационные платформы очень на высоком уровне то есть все вопросы на все ответы можно получить конечно иногда нужна консультация потому что мы не можем иногда но иногда не не понимаем как трактовать тут иной закон и что на что он влияет но фактически мы всю информацию можно получить самостоятельно это конечно но очень круто мы решили запускаться в польше с ассортиментом который у нас был в беларуси решили не пробовать ну как бы вкусовые предпочтения местного рынка и решили следовать ну там же в поле по месту мы решили что нам быстрее будет поменять мы выпустили классический черный на черном чае на лемонграссе на мяйце на лаванде и на гибискусе мы не хотели постелизовать свой продукт потому что считали что он максимально должен вести помощь и и были такие ну фанаты этого дела и решили что у нас будет хранение в холодильнике хоть это не удобно для последующей всей цепочки и срок хранения у нас будет месяц а стратегию которую мы выбрали это вход в хорик это кафе ресторана отели почему пока мы маленькие конечно мы никому не интересны конкуренция здесь очень высокая соответственно таких производитель как мы появляются ежегодно очень большое количество как появляются так они уходят поэтому ритейлеры очень крупные игроки они на тебя смотрят так ну как бы плюс еще все-таки продукт у нас нишевые он только набирает популярность он сейчас напиток номер один в америке но хоть все тренды идут из америки то есть у нас оставание все равно там 5-7 лет наверное присутствует хотя она она сокращается и соответственно мы решили что ну как мы будем ходить по кафе по ресторанам мы разговариваем с собственниками с менеджерами и это будет нам проще мы выбрали нашу стратегию зайти в какие-то популярные места почему потому что во все популярные места ходят также и другие сотрудники других кафе соответственно смотрят потом новые я сами за ресторанным бизнесом и так всегда и делаем на самом деле мы ходим популярные места смотрим стараемся брать примеры посмотреть что-то узнать что-то новое и хотя бы ориентироваться как как у нас как у нас с продуктом по отношению конкурентов в итоге мы стали в крупные такие культовые места как веган-рамен-шоп я-то рамен нормлин фудкорт халя кашики сеть папа диего буэна виста кофикс добро-добро быть может релакс ну короче очень много сейчас у нас ну ладно это чуть позже но после мы конечно когда мы запустились мы получили обратный фидбэк с рынка потому что на любом случае есть то есть мы поняли что некоторые вкусы почему-то не заходят мята не зашла поляка может из-за того что холод был потому что мы запускали все-таки в ноябре и потом у нас такой зимний был период времени и не пошла мята мы поняли что очень много проблем все-таки с логистикой и вообще с работой с партнерами в то что у них всех есть холодильники но надо либо холодильнике покупать потом вся логистическая цепочка должна сохранять температурный режим хранения это как обычно бывает человечки факторов во все это вклинивается и соответственно кто-то поставил около печки забыл все это и потом так как это не пастеризованный продуктом живут дрожжи там еще есть остаточный сахар то есть там продолжает жить 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 жизнь жить жить да и но но за счет температуры низкой на приостановлены как только температура поднимается она опять начинает жить и рвется наружу соответственно никто не хочет чтобы клиент в кафе открыл бутылку а там пошла пена и продукт не из да-да-да совершенно и вообще это по это похоже то ферментационный напиток есть какие-то элементы пиво пиво я можно так по крайней мере сравнить ну и одно из возражений это было что камбуча что это такое не знаю не интересно хотя ну это веганский продукт с низким содержанием сахара полезные без глютена ну там антиоксиданты витамины группа b три вида кислоты полезны для желудка то есть ну там вообще на самом деле кладезь всего полезного и и но соответственно мало кто знает мало кто знает нам приходится все таки мы не можем опережать рынок нам приходится знакомить с этим продуктом потребителя кто-то слышал но не пробовал ну и соответственно мы конечно делаем какой-то маркетинг какую-то рекламу но все равно наши бюджеты не такие чтобы все узнали в мире что такое камбуч и мы приняли решение делать другие напитки у нас был опыт в минске мы делали джинджер бир это такой имбирный напиток это не пиво но имеет классификации такое название джинджер бир и также мы пустили ерба маты с юзу в последующем такой популярный клубный напиток в германии клуб маты математом уже кто-то пил то есть это на основе ерба маты латинского вида чая который дает много энергии и соответственно мы выпустили дополнительную это сам дополнительную линейку в итоге сейчас у нас получается 10 видов напитка из них 8 камбуч и 222 лимонада назовем так лимона джинджер бир и и маты ясмин классик грин классик black с юзу милку лонг гибискус лимонграсс и лаванта на данный момент что мы имеем за год своего 6 ноября был ровно год рост в 10 раз мы стартовали с продажи 1300 бутылок в месяц я думаю что это очень мало фактически ну то есть в цифре как-то в цифре нам выражение что кажется много а по факту в деньгах там ах но и соответственно но прочитав мы искали деньги через клавок краудфандинговую платформу и не нам приводили пример удачных реализаций проекта часть из них пива и там одно известное пиво в польше реализовала свой первый месяц работы 300 бутылок и меня эта цифра успокаивала даже вынимался 300 и 1300 не серьезно по итогу конечно мы вступили в не сезон то есть мы с одной стороны подготовились наверно к сезону это хорошо но с другой стороны все-таки сезон холодных напитков продающиеся через холодильник несмотря на то что они полезны то есть он все-таки летом но тем не менее и продажи росли примерно 30 процентов они они росли непропорционально где-то больше где-то меньше где-то мы даже уходили минус но в итоге средний прирост это 10 раз то есть сначала то есть мы сейчас продаем где-то один 10 тысяч 300 бутылок это наверное где-то половина на наши максимальной загрузки нынешнего производства как оказалось по итогу но в итоге мы у нас 120 клиентов покрытие на данный момент это центр польши но я не беру крупные крупные города потому что все-таки мы не стоим где-то в маленьких городах пока это север это юг это это запад и количество сотрудников выросло до до четырех ой цели на этот год у нас большие то есть мы начали вести переговоры с ритейлерами есть вполне удачный на самом деле то есть мы стали заметны за счет того что стоим все-таки в культовых местах и стоим уже на часто можно встретить в городе плюс у нас все-таки бутылка такая мы сделали ее заметно яркой потому что мы решили все-таки не смотря на то что продукт по здоровью про здоровье и он должен вроде как упакован быть что-то такое там пастельная мягкая зеленая природная такое обтекаем мы решили быть яркими броскими и быть не такими как все на самом деле и ну и вообще мы считаем что здоровье забота о здоровье не должна быть и грустная из и скучно можно это делать весело план этот год переехать на новопроизводственную площадку которая позволит нам все-таки расти потому что с мой основной страх сейчас что я какой-то заказ не не выполню потому что я понимаю что обостраться в принципе можно быстро и здесь это не про счастье если вы выходите в ритейл и вы по каким-то причинам нарушили правила вас в бан ставят на три года и соответственно в эту сеть уже ну просто не войдете поэтому лучше наверно немножко притормозить и соответственно мы еще искали производственную площадку в итоге нашли что в принципе может быть и позволило вот это вот первое первоначальное решение все-таки приехать какое-то место специализированное где есть принципе даже куча еще каких-то других проектов с этого первых знакомства нетворкин какие-то полезные связи контакты это позволило еще более внимательно потом подойти к исследованию рынку более медленно то есть ты спокойно тебя есть производство на площадке ты параллельно ищешь другую понимаешь что к такому-то периоду времени ты уже вырастешь с ней его сейчас мы нашли производственную площадку который нам позволит делать 80 тысяч бутылок при небольшой модернизации 100 тысяч и по итогу мы даже платим меньше на 30 процентов за нее хотя она обладает всеми теми качествами которые 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 есть и на старой и даже больше по площади хранения также наших планах получения сертификата био потому что в принципе это такой стандарт уже появляется на рынке здоровых продуктов питания и напитков потому что люди все-таки это какой-то обрелённый знак качества потому что эти сертификации довольно таки строгая и соответственно я даже сам обратил внимание на себя если я прихожу куда-то магазин я уже все-таки даю предпочтение продуктом view и выход ритейл пока еще не знаем сколько мы ведем переговоры дистрибьютором у которого есть 80 клиентов среди сетей именно включая другие рынки продукт нам очень нравится мой стадии уже там завершения подписание так скажем последний единственное что я пока не подписываю потому что хочу все-таки переехать на новую производственную площадку чтобы обеспечить свои обязательства и покрытие всей польши все крупных городов и выход на другой другой европейский рынок мы ведем уже переговоры мы участвовали в двух выставах food expo польша в мае прошлого года и food riga в сентябре этого года я это следующий слайд я это сам попрошу и тут мои контакты открыты вообще к любым как бы к любому обмен информации даю даю контакты тех партнеров знакомых например бухгалтерию могу сто процентов порекомендовать получение сертификатов хасп и всех лицензий тоже могу порекомендовать человека душа сану во первых это мой долг в какой-то степени в какой-то мере перел перел проходца у которого ну там что-то начал получаться на этом рынке и ну соответственно мне кажется что у белорусов не хватает той черты которая заметила здесь больше у украинцев на данный момент что они более сплоченные в помене информации в сообщество мне кажется что помощь друг другу это то что мы можем делать бесплатно и то что вознаграждается потому что ну как и старая это самая старая поговорка рука руку муха то есть все все таки живут на я всегда помогу саши потому что то что саша помог мне ну это первую очередь как бы ну это мой мой моральный долг оплатить добром за добро мы открыты к любому виду сотрудничества еще и ждем помощи в контактов по выходу в ритейл по выходу в кафе по выходу на другие рынки магазины маленький магазин онлайн магазин и то есть на самом деле мы хотим чтобы камбуча была сам популярным напитком на свете потому что мы в нее реально верим реально пьем наши дети пьют мы тащимся от камбуча если честно ну мы у нас вообще в планах сделать hard камбуча нас ослабываем и содержаем алкоголь и чтобы было веселее общаться если да если есть какие-то контакты потому что конечно по теплым контактам мы заметили что легче входить когда тебя рекомендуют когда говорят что ты хороший парень хорошая компания хорошие продукты всегда разговор клеится лучше потому что мы еще сталкиваемся с местной ментальностью которая для нас непонятно почему непонятно то есть мы ведем переговоры неоднократно замечено видим переговоры с поляками все хорошо прошло предложение презентация первая дегустация все замечательно даже 2 иногда дегустация потом человек исчезает просто исчезает то есть он не он не поднимает телефон он не отвечает на смс он не перезванивает он не отвечает на письма, он выключен. И в нашей ментальности ты не можешь понять, что не так, что-то, что-то не так. Ну и, соответственно, это как в предложении троеточек, которое не закончено для тебя. То есть в нашей ментальности поставить точку над «и» и сказать, слушай, мы не хотим работать с тобой, неинтересно там и так далее. И, конечно, теплые контакты немножко преодолевают вот это вот незнание ментальности, которое есть. Поэтому мы будем рады любой помощи. Ну и спасибо за внимание. Попробуем? Да, если что-то. Попробуем. Я эту штуку тоже у себя выращивал, и у вас такой большой инцидент. Вопрос такой. Вот у вас там уже вкус лаванды. Да. Получается, что вы основу заливаете какое-то лавановое масло? Нет. Или просто под конец уже заливаете? Есть такой цветы клетории, они дают синий цвет. Мы, естественным образом, подкрашиваем некоторые вещи. Ну, то есть мы используем только натуральные вещи, но если это является краситель природный, то мы его можем использовать. И добавляем цветы лаванды, которые дают именно запах, вкус лаванды. Можете попробовать, он на самом деле вкусно. Пахнет лавандой. Ну, плюс еще. Если вы не пастеризованы, я себя выращиваю. Да, вы сможете вырастить, только вам надо будет подождать, не знаю, пару месяцев. Желательно солнце поставить и так далее. Чем хороша камбуча? Камбуча, в самом деле, можно растить дома. Просто мы это делаем более технологично, более вкусно. Ну и берем всю эту заботу за вас, за потребителей. Нас выставляет некоторые диссебютеры. Мы еще сами не пошли, ну, в силу все-таки отсутствия некоторых ресурсов. Хотя я недавно прочитал презентацию испанского производителя. У них основной канал это онлайн. 30%. И мы, вот я сейчас начинаю задуматься более тесно над этим каналом. Тем более, еще подскажу. И Почта Польши позволяет отправлять вам... Мы отправляем, сейчас я вам скажу, 5,6 килограмм умножен на 4. 4 ящика, которые мы обматываем через пачкомат с доставкой курьером до человека за 15 злотых. Это очень дешево. Да, это очень дешево, на самом деле. Конечно, здесь есть какие-то такие моменты, которыми нужно пользоваться. Кстати, Инпост, говорят, должен выйти на рынок Испании, по-моему, и... Не помню, Голландии, то ли Германии. Да. Вы покупаете в основном поляки или русской бюджетки? Нет, я бы не сказал, что мы ориентируемся именно на наших сограждан, соотечественников. Да, хотя, конечно, мы рады всегда, когда нас покупают, ну, мне вообще кажется, белорусы для белорусских продуктов. А сколько стоит? Смотря где, то есть в рознице она стоит от 8, ну, мы в рознице практически не стоим сейчас, на данный момент. Мы только вышли к Forexpress, наверное, магазина 8 или 10, экспериментально. Ну, следующее, я думаю, что это где-то будет стоить 8-9 злот. На это можно зарабатывать? На все можно зарабатывать. Вопрос модели, бизнес-модели, которые вы выбираете. Понятно, что здесь мы идем каким-то большим этим самым, потому что, ну, фактически получается, 10 тысяч бутылок, кажется, что это вроде как много, но в цифровом выражении в оптовой цене это 12 тысяч. То есть мы сейчас ведем следующие 100, а потом миллион. То есть для этого нам нужны популярные напитки, и для того нам, ну, и нужно как-то рынок, для того, чтобы на этом чем-то что-то зарабатывать. Но зарабатывать можно на всем, вопрос. У вас дизайнер молодец. У нас один из лучших дизайнеров, это и наш партнер. Поэтому, в принципе, у нас мы отличаемся, на самом деле, от многих. Вообще, что с конкуренцией на рынке Польши? Возможно, тоже поможет некоторым, потому что некоторые вещи приоткрывают. Мы выяснили, что из трех-четырех первой десятки производителей, это и то, это лидеры, на самом деле, из них три делают не самостоятельно. Это на аутсортинге, это STM. Что это дает? С одной стороны, понятно, что вы вообще можете не вкладывать в производство и не контролируется, как-то только заниматься продажами и маркетингами. Но, с другой стороны, мы заметили, что базовый вкус всех комбучин похож. Ну, он вообще очень похож. Соответственно, когда ты делаешь продукт абсолютно другой, у тебя уже конкурентное преимущество для того, чтобы его продавать. Он отличается, он другой. Поэтому… Так, что я пробовала здесь, как я говорю, ваша целевая отстроена, мне не нравится. Попробуйте наше, мне будет интересно ваше мнение. Ну, честно, на самом деле. Ну, у нас, я привез два ящика, это 24 бутылки, я думаю, что по чуть-чуть, возможно, всем хватит. За счет комбуча с низким содержанием сахара, что там сахар? Сахар является… Ну, как, у нас шутят, что сахар является не для вашей задницы, а для гриба. Извините, за. Ну, на самом деле, гриб – это не совсем гриб, это симбиоз бактерий и дрожжей, уникальное явление в природе, на самом деле. И едой, ну как, фактически едой для него является заварка и сахар, ну, то есть сладкий сахар, на самом деле. Мы просто экспериментируем либо с разными видами чаев, либо добавляем вторичную ферментацию, чтобы они как-то выделялись по вкусу. Дрожжи и бактерии едят сахар, и в итоге у вас, вернее, дрожжи едят сахар, бактерии преобразуют этот самый алкоголь. И, соответственно, в итоге вы получаете комбучу с низким содержанием сахара, гипотетически ее можно вообще свести в ноль. Но вы не сможете пить, она будет просто кислая. Мы стараемся сделать, чтобы был все-таки баланс между кислотой, для того, чтобы она была питкой, вы получали удовольствие. Потому что мы глубоко уверены, что все здоровые вещи не должны быть неприятными на вкус, как нас учили бабушки и мамы. Они должны быть вкусными. А можно послушать про вашу команду, чем занимается каждый участник? У нас есть, сейчас на данный момент у нас есть на производстве два сотрудника, которые занимаются варкой, пастеризацией, ферментацией, мойкой бутылок, складированием, отгрузкой. Два человека. Есть я, который занимается полной организацией, плюс контролирует учет и деньги. Заказы все, ну и общую ситуацию, плюс еще все-таки продаю. И у нас есть продавец. Также у нас на ауссорсинге есть все-таки люди, которые у нас делают дизайн, ведут СММ. То есть, в любом случае, вы можете, конечно, в какой-то степени обходиться без этого, потому что у нас долгий период времени был не то, что неактивный Инстаграм, но он не продавал на самом деле. Он просто являлся какой-то визитной карточкой, на которую можно было зайти, в принципе, посмотреть. Сейчас деньги немножко больше появились, и мы докладываем. То есть, инвестируем мы в СММ, и у нас есть еще. Мы не вышли, мы то входим в нее, то выходим. Потому что, фактически, получается, спешу вас разочаровать, что если вы хотите развиваться, все равно нужно доинвестировать. На своих вы не будете так успевать, так быстро делать. Можно это, конечно, делать, откладывая потихоньку, но мы доинвестируем. Просто прошел тот период времени, когда денег там совсем не было, то есть он все-таки есть. То есть, мы за этот период времени еще доинвестировали практически каждый месяц, просто с разными какими-то моментами. Но, опять же, мы очень много экспериментируем, делаем. Ну, то есть, мы не знаем, даст выставка нам что-то или нет, но решили проэкспериментировать. Поехали на выставку, посмотрели, что-то дало. С новыми напитками запустили, посмотрели, что-то дало, что-то не дало. То есть, мы постоянно еще экспериментируем, потому что мы не занимались продажей и производством продуктов питания. И это совершенно другой рынок, совершенно другая модель, совершенно другой подход, наверное. И, соответственно, возможно, если кто-то это делал до этого, ему это просто. Нам все-таки, несмотря на то, что у нас есть опыт в других бизнесах, все равно мы выстраиваем какую-то свою историю, свое взаимодействие. И сделать предложение по инвестиции? Принимаем ли мы деньги? Ну, мы можем отдельно поговорить. Мы сейчас в такой стадии, что вначале мы искали деньги, потом мы поняли, что, в принципе, мы за счет каких-то удачных шагов, потому что нахождение второй производственной базы, на самом деле, это удача. Мы нашли производство, которое производило комбучу, в котором есть то оборудование, которое нам необходимо, и оно нам еще дешевле досталось, помимо обмена информацией с собственником, потому что он решил выйти все-таки из этого бизнеса по семейным обстоятельствам, решил больше уделять время семье. Это дало нам очень многое. Поэтому, в принципе, вроде как нам нужны были деньги на инвестирование в оборудование дополнительно, на увеличение. Сейчас, получается, оно нам особо и не надо. С другой стороны, мы понимаем, что если мы хотим быть очень большими, нам нужно будет больше денег. Поэтому, в принципе, мы не закрыты, мы открыты, но, так скажем, мы ищем очень лениво и очень внимательно подходим к партнерам, потому что не хочется найти просто деньги, хочется найти умные деньги. Потому что деньги просто можно найти, а инвестора, который еще внесет какой-то свой вклад, имеется в виду, помимо денег, какими-то контактами, связями, своими какими-то скиллами, опыт. Вот это намного, намного важнее. И можно еще вопрос о финансовом старте? Да. Какой раз был финансовый старт? А я все рассказал. Я постарался предельно быть продажчиком. 25 тысяч евро мы стартовали. Деньги где-деньги? Свои были. Свои? Да. Мы собрали среди партнеров своим. Не, на самом деле, ну это не смешно, потому что как-то у меня полбизнеса просто убито. Второй бизнес у меня там еле выживал, потому что, ну, как-то, не хочу вдаваться в это подробности, но я думаю, что у многих здесь есть какой-то печальный опыт взаимодействия с нашими фискальными органами. Ты как-то попадал, я знаю. Да. Ты понимаешь, какой опыт рестораторы принесет тебе? Ой, было совсем недавно идея. Конечно, ты ходишь, смотришь, и всегда что-то хочется открыть. Тем более ты видишь какие-то ниши, которые не заняты, и у тебя есть опыт уже в этом. Ты каждый свой проект стараешься допустить меньше ошибок, чем это было в прошлый раз, меньше проинвестировать деньги, сделать более эффективную модель. Но я понял, что я вообще такой стартапер, то есть меня это вдохновляет. Но пора остановиться, наверное, и развить что-то до серьезных размеров, потом уже думать о другом бизнесе. Поэтому нет, пока нет. А людей не будут в цели. Все-таки у вас русскоговорящая компания? Да. Я могу рассказать про свой опыт. Вначале мне посоветовал кто-то украинскую компанию. Не буду национализировать сейчас как-то, но я просто на примере того, что я потом нашел белорусскую. И сейчас очень доволен. Потому что у украинцев все это было на потоке. Я не работаю еще, не занимаюсь никакой деятельностью. У меня были какие-то расходы, я по пять расходов периодически месяц сдавал. Их все равно надо было приходовать. И, соответственно, просил отчет о них, о том, все ли учтено и так далее, которые должны предоставлять подобного вида компании. Они предоставляли, я понял, что что-то все-таки плохо. И в момент, когда я уже стартовал, я понял, что надо уходить. У меня это был какой-то такой проверочный период времени. Мне повезло, у меня не было каких-то там сложных выходов из подобных организаций, потому что он все равно тяжелый, это передача документов, закрытие старых периодов времени и так далее и тому подобное. И, соответственно, мне порекомендовали второй раз белорусов. Я абсолютно доволен, могу рекомендовать, адекватные цены, всегда отвечают на вопросы. Не берут лишние деньги, но берут за то, что они делают. И я очень доволен. Может быть, есть, конечно, какие-то лучшие. Многие советуют все-таки брать польских, но... Не знаю. У меня пока все замечательно, я доволен. Все ответы, которые получены, я знаю, как они ведут документы, я их сам сдаю, я вижу, как и требуют, какую информацию предоставляют. Мне легче все-таки на тот момент было, потому что все-таки незнание польского языка – это сильное все-таки ограничение. То есть, либо вам нужно будет перевести это все в письменный вид и общаться с поляками на польском, либо у вас будет постоянное ощущение, что вы вроде как поняли одно, но на самом деле, возможно, это совершенно другое. Особенно в специализированном языке. Полка-то лицензирования, все узнавал сам или тоже обращался в какой-то вопрос? Мы обратились, мы заплатили 2500 евро за весь пакет документов ХАС, довольно-таки сложный. И нас консультировали по времени всего этого пути. Это было на протяжении шесть месяцев, а даже потом еще и в дальнейшем. То есть, я периодически звоню, спрашиваю какие-то вопросы, мне бесплатно отвечают. Ну, я в свою очередь таким людям обычно всегда рекомендую, потому что тебе не стыдно за такие контакты, они кому-то помогут. Ну, что самое сложное, я понял, в ресторанном бизнесе – это отобрать поставщиков всех этих самых. У кого ты что будешь закупать, у кого мебель, у кого это. Потому что на каждом этапе, если кто-то лажает, у тебя потом рушится вся модель, и ты просто теряешь время и деньги. А как поляки реагировали и реагируют на то, что ты бизнес в Беларуси? Раньше нормально было. Мы всегда говорили, что вот мы переехали в таких-то обстоятельствах, не стеснялись этого. Не то, что там, ну, как бы плакались, но реальность объясняли, кто и что. Мы все помогали. Я не знаю, мне кажется, очень важно просто полюбить эту страну. Потому что я очень много слышу каких-то таких моментов, что вот нас там обманули, моляй, поляки такие, поляки такие. И, я не знаю, мне либо очень просто везло, либо я вот позитивно настроен на контакты. И, соответственно, мне Польша нравится, мне очень нравится Варшава. Я езжа, не знаю, на протяжении всей жизни, так как живу в Бресте, в Варшаву, оказалось, что я ее вообще совершенно не знаю. И она очень красивая, интересная. Мне нравится здесь жить, мне нравится общаться, мне нравится изучать польский язык. Ну, поэтому, мне кажется, от этого все будет вырастать. Спасибо.